Всем привет! Сегодня воскресный день, погожий денек, очень крутой, солнце, хорошее настроение. И сегодня я поехал на авторынок, хочу посмотреть машины. Просто интересно, чем торгуют в Автово. Те, кто питерский этот авторынок, знают, вот я уже сюда подъезжаю. В общем, здесь погуляю, попробую поснимать. Не уверен, что будут эти многие довольны, обитатели этого авторынка, но я попробую. Вот это вариант. Взял такой, и все хорошо. Если такую штуку взял, то сразу понятно, успешный человек. Volkswagen Charan. 2003 год, мотор 1.9, дизель, автомат, 7 мест, ПТС, оригинал, по факту один хозяин. 415 косарей. Ну так чисто для семьи, так скажем, для себя жирного. Он действительно автоматик. Салон такой с виду, как будто не ушатанный. 7 мест. Но задний ряд-то он такой, как бы, такой более детский. Но это уже такой автомобиль, который в жизни может как-то пригодиться. А вот Ку-7. Только на Ку-7 почему-то не написано ничего. Опа, что-то лед. Ребята, X5, 9 год. Мотор 3 литра дизеля, один хозяин в России. Сколько стоит? Миллион семьдесят. Ну что, надо брать или эконом возить. Мандео. Какой? 2 литра. Механика. 2008 год. Пробег 169 тысяч. 429 косарей стоит. И вот у него так, ну я не знаю. Короче, он так выглядит, как будто... Он выглядит как-то... Ну он точно крашеный, у меня такое ощущение. У меня вот краска вот... Выглядит как-то вот, как будто он кривой заранее. Жаль, что ценника нет. Range Rover Sport. Автобиография. И вот нету никакого описания. Но мне такие машины очень нравятся. Вот этот кузов у меня просто, наверное, даже, может, любимый кузов. Гранта, пятнадцатый год. 229 тысяч рублей. Вот так. Паджеро интереснее. 2002 год. 3,5 автомат. Полный привод. Это понятно. Пробег 200 тысяч. 339 тысяч рублей. Вот это цена. Вот это вот вариант, да? Но место тут... Так, есть в нем, да? Hyundai H1. Нормально. Это что, пепельница? Это пепельница? Автомат. ПРНД. Все как положено. Ну, руль такой. И не скажу я, что он приятный. Телефон. Ну, я думаю, что у таких автомобилей должен быть лучше этот. Ну, матери. Да нет, пока мы посмотрим. А у нас первый раз? Нет, были уже. Бардачок. Ну, там второй же еще есть. Бардачки такие довольно большие. Ну, один большой, другой маленький. Аудиосистема, подогревы. Ну, H1 обычный микроавтобус. Ручка. Вот тут вот, да? Чтобы держаться. Вот это наверху, конечно, все. Но он не сделан дорого. Он сделан просто, как... Просто, как обычный такой вот микроавтобус. Не премиальный, это точно. И 2.200 стоит. 2.270. Хиндай Тусон. Тоже по РНД автомат. Пассенджер Аирбэк. Ну, вот хотя бы вот это вот у них сделали дисплейчик. Ну, типа, как у европейцев нормальных. Карбон. Карбончик. Здесь руль уже поприятнее. Там такой более рабочий руль в H1. А здесь уже что-то. Хотя все равно мне не нравится вот сам материал вот этот вот. Хиндай Санта-Фе. 2 миллиона с половиной. Но здесь уже как-то, ну, уже реально поинтереснее. Здесь круто. То есть Юра Дудь рекомендует и правильно и делает. Сзади места достаточно. Багажник видно, что большой. Короче, Санта-Фе надо брать 2 с половиной. Крайслер Ваяджа. Так, 2003 год. Вот гаражная, небитая вся фигня. Кондиционер климат вся хуйня, короче. Так, отличное техническое состояние. Цена 289 тысяч рублей торг. Есть все. Ничего себе. Есть все. Вот я себе хочу машину, в которой есть все. Не, ну это действительно прикольно. Вот мне нравятся вот эти вот машины. Этот минивэн. Мне эта машина нравится. Нравится тем, что она большая и удобная. А это кто у нас? Это Мерседес. 419 тысяч Мерседес. Е-класс. 2005 год. 419 тысяч. 1,8 бенц. 211 ешка. Инфинити. Да, хер знает. Никогда мне не нравились Инфинити. Машине уже 10 лет и она стоит 900 тысяч. Ну нахера она нужна? Да, она красивая. Но мне эта машина не нравится. Ну и цвет пидорский. Да. Это конечно легенда. 140 кузов. 1994 года. Мотор 3,2. 200 литров. Автомат. 31 лошадь. Один хозяин. Типа хорошее состояние. Я это. Если что, подешевле, да? Да. Нет, он еще живой, нормальный. Чудо ходов. Это все там реально нормально. Итак, ребята, побывал на авторынке. И скажу так. Этот бизнес уже все. Умер и поговорил с одним барыгой знакомым. Говорит, что все. У него там вообще только две машины остались. Это вот этот 140-й Мерседес. Но он действительно такой живой. Еще относительно живой. И на самом деле хочется. Хочется руб 40 себе взять и на нем покататься. Если бы у меня были бы деньги, вполне возможно, что я бы рискнул и взял 140-го. 289 тысяч. Но он сделает скидку. Он говорит, что там, поскольку она у него стоит уже пару лет, там по подвеске надо будет делать. Потому что уже там сальники, в общем. Ну, что-то такое. Я не знаю, так это или нет. Но типа, пускай будет это так. Короче, было бы прикольно взять себе такую тачку. Потом, что там остальное, чем торгуют, это вообще капец. Там бы, как так скажем, не совсем русские люди продают такие интересные машины. Разноцветные они. Типа одного цвета, так смотришь, метров со ста. Она черная. Подходишь, а она не черная. Она здесь такая, здесь другая. Ну, вы видели, наверное, такие тачки. Короче, бизнес умирает. Поэтому будем покупать новые автомобили. Что тут у нас? Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Solaris все берите. Классная машина. Deo Gentra там. Ну, вот все вот эти. Не могу даже вспомнить. Все надо брать. Lada Granta, Vesta, кстати, тоже очень круто. А я все, наверное, сегодня вот такой вот поход на авторынок. Если видео понравилось, ставь лайкосик. Если какие-то вопросы, пиши в комментариях. В Instagram подписывайся. Все ссылочки в описании. Пока.